Жена парня, который повредил позвоночник, ныряя в Днестр, поделилась с нами хорошей новостью. Максима прооперировали в Кишиневском институте неврологии. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Врачи не исключают, что он сможет ходить. Осколок ему вытащили. Нерв осколок не задел. То есть у него на данный момент повезло, что осколок не задел нерв. И у него просто сильная слабость в руках и ногах. То есть он не парализован, просто сильная слабость. Цитирую слова врача, в перспективе ходить он будет. Тирасполь Максима перевезут в конце недели. Ему предстоит серьезное лечение и долгая реабилитация. Не менее полугода. Жена Настя поблагодарила всех, кто принял участие в судьбе ее мужа. Нужную сумму, сказала она, собрали быстро. Особую благодарность Анастасия выразила коллективу хай-теков, которым работал муж, и канал УТСВ. Мне писали, звонили. Было очень много смс-ок на телефон о том, что были поступления на счет. По этой причине я хотела бы, чтобы люди услышали, что они действительно спасли жизнь человеку. Услышали о том, что без них у нас бы ничего не получилось без команды. 29-летний Максим получил серьезную травму позвоночника. В минувшую субботу с двумя товарищами он отдыхал на берегу Днестра в районе грибной базы. Нырнул в воду и ударился головой о дно. Врачи определили, у Максима сломан шейный позвонок. И были сомнения, сможет ли он двигаться. Теперь после операции, как сказала его жена, у семьи есть не просто надежда, а хорошие прогнозы на будущее.